Эх, ждала я, ждала Леночку Ивановну, чтобы делать этот обзор вдвоем, но придется одной, без ансамбля. Нам привезли плательно-костюмные ткани, всякие разные, таких у нас еще не было. Сразу скажу, не знаю, могу ли я выдавать силу коммерческую тайну, но на оптовом рынке цена этих тканей, плательно-костюмных, оптовая, оптовая цена, 2,5-3,5 доллара. Кто хочет проверить, пожалуйста, на оптовые рынки, уточняйте. А мы будем продавать это ниже оптовой цены. Как это у нас получается, знает только наш Николай Игоревич. Значит, что я сейчас кручу? В этот раз будет прямо шикарно, обзор будет с плотностью. Плательно-костюмная ткань Токио, ну, скорее, плательная, наверное, хотя для костюма тоже вполне себе можно использовать. 135 грамм на метр. Значит, давайте мои ощущения, я вам опишу от этой ткани. Мне она очень похожа на сатин, либо на атлас-сэндвич. Объясняю почему. Изнаночная сторона матовая, лицевая сторона глянцевая, но блестит она. Она даже не блестит, у нее такой благородный глянец сатина, нежели вот такой ярко выраженный блеск атласа. А атлас-сэндвич, потому что, ну, мне это похоже на атлас-сэндвич, потому что изнаночная сторона матовая. Ткань однослойная, да, никак, атлас-сэндвич там двуслойное полотно. У них чуть-чуть есть эластана по утку, совсем не тянется, подолевой, и цветов будет много. Вот много разных. Густая, темная, весная зелень, ангельский голубой, насыщенный, красивый розовый, алый, темный, глубокий, синий, какая вот пудра чуть розовая, синий василек. По-моему, еще есть цвета, они все нарезали. Это один вид. Сейчас будем рассказывать по-другому. Второй вид. Такая тут у меня розочка, да? Это киара-клеп, плотностью 250 грамм на метр. Ткань пластичная, креп. Вот знаете, такой не ярко выраженный креп, с своими вот этими пупырками. Нет. Он креп только визуально. Тактильно это очень напоминает барби. Прям вот очень. И плотностью, и ощущениями, и той же пластичностью. Форму не держит, ну то есть вот складки точно не будут держаться. Видите, такая прям текучая, хоть и плотная 250 грамм на метр ткань. Крепом мне ее сложно назвать. Если бы я не знала название, я бы назвала ее барби, если честно. Несколько цветов. Пока вижу белый. Оттенки розового. Оттенки бежевого. Бежевый такой, знаете, чуть с персиком. Бежевый пудровый. Бежевый с серым подтоном. Вот они все вместе. Они вроде и похожи, но они разные. Например, темный лес. Вот. Вот такой крепкиара. Видеообзор в каждом артикуле я положу. Мне вот именно этот крепкиара напоминает барби. Очень напоминает. Третий вид плотинных тканей, которые мы выставляем сегодня, это... Очень похоже на мусле. Но, конечно же, это не он. Состав полиэстер и чуть-чуть эластана. Тянется... Так, смотрите. Вот поперек. Я бы сказала, что не тянется. Играет только вот эти складочки. А вдоль... Вот. Все показываю. Несколько цветов, по-моему, будут еще. Тоже цвета очень красивые. Прям очень красивые. Смотрите, какой красивый пыль. Пыльно-сиреневый. Беж тоже. Красивый. Чуть розоватый беж. Вот. Вот такой а-ля муслин. Да. Плотности здесь нет, к сожалению. Но по ощущениям... Это вот как вот прям как настоящий муслин, только не муслин. И однослойный. Сейчас еще будет два вида плотинных. Одна из них называется... Риана с плотностью 135 грамм на метр квадратный. И вторая называется... Жасмин с плотностью 130 грамм на метр. Они абсолютно... Вот если сильно не вдаваться, они не отличаются ничем между собой. Если только долго-долго их трогать и между собой сравнивать, то Риана более шелковистая. Вот прям вот чуть-чуть более шелковистая, чем Засмин. Вот прям вот совсем маленечко. Значит, теперь по ощущениям. Что это за ткань? Риана мне напоминает хлопок. Ой, хлопок, боже мой. Шелк Армани, который скрестили с Ниагарой и Барби. Вот по плотности для меня это среднее между Ниагарой и Барби. Кто у нас это покупает. При этом есть еще шелковистый шелк Армани. Она вообще не держит складки струящиеся, текущая, пластичная. Чуть-чуть эластана в каутку. Вообще не тянется по долевой. И много цветов. Много. Прямо очень много на любой этот цвет. И Жасмин, в принципе, те же самые ощущения. Только шелковистость. Вот знаете, я сейчас ее трогаю, и мне тоже начинает казаться, что она тоже шелковистая. Хотя вот Риана все-таки больше. То, что я перед этим показывала. Хотя это тоже прям нежнейший софт. И вот тоже такое ощущение. Нечто среднее между Барби и Ниагарой. Чуть-чуть тоже играет по лутку. Не тянется подалеку. И все такая же прям пластичная. Форму не держит от слова совсем. Кому нужны стоящие складки, это не эта ткань. Точно. Здесь легкая, струящаяся, текучая. И тоже много цветов. Много цветов. КОНЕЦ. КОНЕЦ.